Всем привет, друзья! Отвечаем на распространенные вопросы подписчиков. США и карантинные меры в аэропортах для СНГ Штаты планируют смягчить меры санитарного контроля для прибывающих из-за границы. Прибывающим международными авиарейсами из Китая, Великобритании, большинства стран ЕС, а также Ирана и Бразилии больше не придется проходить расширенный медосмотр. Также власти США намерены отменить требования, согласно которому пассажирские самолеты из этих стран могут совершать посадку только в 15 американских аэропортах. Въезд в Евросоюз из стран Средней Азии Узбекистан возобновил регулярные международные авиасообщения с пятью странами в Дубай, в Германию, Франкфурт, в Казахстан, Алматы, в Кыргызстан, Бишкек, в Турцию, Стамбул. Также между этими странами открылась наземная граница. А это означает, что обладатели рабочих везд в Евросоюз из стран могут беспрепятственно въехать через Турцию на работу в Польшу, Норвегию или Швецию. Казахстан возобновил рейсы в Германию. Кроме того, открыты сухопутные границы между странами-соседями. США через Мексику. Как въехать из СНГ? В настоящее время в Мексику, в Канкун и Мехико можно прилететь через Турцию, Испанию транзитом через Брюссель. Как попасть в Турцию, смотрите выше. Финляндия, Норвегия и Польша. Карантинные меры. С 10 сентября Финляндия планирует отменить 14-дневный карантин для граждан некоторых стран СНГ и Европы. Условия и подробности читайте в нашем Телеграм. Норвегия отменила карантин для прибывающих из соседних стран Скандинавии. В Польше полностью отменен карантин для иностранцев на сезонных работах. Для других отраслей через несколько дней планируется снижение срока до 10 дней и полная отмена к середине октября при наличии теста на ковид. Румыния и паспорт Евросоюза для СНГ. АНЧ Румынии продолжает принимать документы для получения паспорта и ВНЖ удаленно онлайн, в том числе из стран СНГ – Украина, Кыргызстан, Российская Федерация, Казахстан и другие. Теперь приезжаем только на получение в Бухарест или Сучава. Таиланд и виза для СНГ Власти Таиланда планируют ввести к сезону специальную визу на 90 дней для иностранцев с возможностью продления и пребывания 270 дней. Консульский спор составит 2000 бат. Понравились новости в таком формате? Ставьте лайк в комментариях и мы будем делать такие обзоры каждые выходные. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи в эмиграции!